Ой, как солнышко светит, смотри, как красиво. Всем доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вы не поверите, сегодня мы в очередной раз едем в Монда Верда. Наверное, вас уже достали, поэтому кому надоело, тем до свидания, а кому интересно, оставайтесь с нами. Сегодня сам Артём соизволил поехать с нами. Артём? Алло. Алло. И у детей большая надежда, что наконец-то открыли тот бассейн, который, ну вы видели же, да? И они взяли, конечно, с собой купальники, плавки и полотенца. Я сказала, хотите берите, но таскайте сами, потому что, ну мы же не знаем наверняка, открыт или нет. Я в этот раз не забыла благодаря Милане собачий корм. Здесь ещё пакетик, нет, ещё пакетик посыпала. Я его планирую скормить рыбкам и лемурам. Посмотрим, зайдёт ли лемурам. Может, хлебушкой им надо было взять? И нельзя хлеб. В общем, посмотрим, зайдёт ли им собачий корм. Ну, в принципе, он похожий тот, что им давали. Даже пахнет похоже. Всё, погнали. Долго мы раскачивались. Сегодня уже 12. И ничего. Пока едем, пока стоим на красной, я вам расскажу, в общем, что у нас. Письма пришли. И я была жутко удивлена. Одно письмо, ладно, это ерунда была связана с этим, с налогом на машину. Знаете, какой у нас налог на машину в год? Кому вот интересно, у нас Ford Galaxy S Max. И налог стоит сколько? 308 евро в год. Вот сейчас нам пришло письмо, нужно оплатить. Но я рассказать хотела совсем не это. Пришло письмо от страховки больничной. Правильно сказала? Больничная страховка? В общем, от ТК. И там стоит счёт 10 евро, нужно оплатить. Это как бы не вся сумма считается, а своя какая-то сумма. Остальное всё погашает страховая компания. Вопрос. Отгадаетесь, за что я должна заплатить 10 евро? Ни за что не отгадаете? Я должна заплатить 10 евро за то, что в ноябре меня везли на скорой больнице. И вот сейчас только в июле пришло письмо. Я вообще не знал, что надо платить. Я тоже не знала, как бы мы первый раз вызывали скорую. И первый раз мы в принципе ехали на скорой, да? Ну вот. Так ли это со всей страховкой? Да, напишите местные, это нормально, что 10 евро за скорую надо платить? Или ненормально? Что это такое? Может быть, просто они посчитали, что ты симулянтка, поэтому... Может быть. Что-то они там ничего такого не выявили. Я знаю точно, что 10 евро нужно платить, когда лежишь в больнице, по 10 евро в сутки. Это да. А вот то, что у тебя везут... Ну как бы 10 евро, это понятно, ты платишь сам, а остальное страховка погашает. Конечно же, твое содержание в больнице стоит дороже, чем 10 евро и прочие процедуры. Посмотрите, сколько машин. Вся стоянка полная. Ну, в принципе, хорошая погода, что если это было ожидать? Место найти надо, да. Ну, было, скажите, кстати, шлагбаум, может быть, получится на халяву выехать. Они еще пакуются по-голландски. О, все место есть. Даже шикарно. Так жалко на такую зеленую красивую травку постриженную машину ставить. Смотри. Немцы, немцы, немцы. Рядом с нами немцы. Все немцы. А тем временем Нидерланды уже внесли в список опять в этот, ну, короче, опасных этих зон. Он с ним припарковался, видишь? Да. А между ними кто должен встать? Как короли паркуются. Хотел сказать, обычно так делают бельгийцы. Смотри, реально номера бельгийские. Да, да, да. Это диагноз. Это фишка бельгийцев. Вчера мне пришла очередная посылка с ХМ. Что-то мне последнее время прет, надо остановиться. Просто скидки начались в магазинах. Как я могу не заказать, да? Вот заказываю, примеряюсь, чтобы по магазинам не ходить. Зараза, не собирать. Вот, смотрите, я в новых шортиках. С такой вот бахромой обрезанный. Саша не нравится? Говорит, как будто старая свои джинсы обрезала. Мне нравится. Прикольный. Еще и супер выгодно, когда вообще шикардос. Подождите, мать! Мать, подождите! Красиво, да, тут кустики? В общем, девочки, мальчики, снимаю на свой новый айфон. Хочу проверить, что из этого выйдет. Нравится мне вам качество? Я вот не знаю, иду и кайфую. Единственное, стабилизация, конечно, похуже, чем в экшн-камере. Понятно. Все норм, Артем? Да. Артем, когда эту майку одевает, я все время спрашиваю. Артем, у тебя все норм? Все мне спрашиваю. Повернись. Однажды говорят, что за бэцэ поп-м, да? Да. А все русские спрашивают, у тебя все норм? Так ты говоришь, написано же норм, что спрашиваешь? Было бы не норм, не надел бы, правда? Да. Ну все, мы пришли, посмотрите, какая очередь. Я думаю, нам полчаса точно стоять. Я думаю, минут 10-15. Чтоб только вовнутрь попасть. Минут 10. Здесь мы делаем ставки. Давай. Думаю, минут 15. Час без 20-ти час. Я думаю, 15 минут. 25-15. Милан, ты сколько говоришь? Я имею в виду стоять до кассы. А в кассе уже ничего не говорю, чтобы он займет время. Ну, давай я 20 минут ставлю. Я 15. Вот именно до конца вот этой вот целинии. До кассы. До какой кассы именно? Ну, там уже окошко кассы, ты же помнишь. Да. И вот именно до нее. Ну, погода классная, конечно, все люди едут. Сейчас нужно наслаждаться и ловить момент, потому что скоро опять, возможно, все позакрывают. Формуляр. Вот такой формуляр можно заполнять на входе. И число, дата, имя, фамилия, номер телефона, e-mail. И что здесь? Копись. Что здесь написано? Ну, что... А, я найн, я хочу новости в Киндерштадте. А, наймайл, чтобы приходил спам тебе. Ну, что у меня иначе температура гриппа и симптомов и так далее. Нажми мне на кнопочку на часах. На какую? Нет, на верхнюю. Ну, да, ладно. Итак, мы стоим... Сколько? Здесь 12 минут. И мы почти на кассе. То есть, почти полпути мы только прошли. Готова? Мне профессионалы же, дополняем пункты, но я же... Нам короче. Нам любую же можно, да, Саша? И сверим часы. Я ошибся тогда, я неправильно сказал, сейчас 12 минут. Вот, я не знаю, видно или нет, 5-10, 12 минут сейчас. И мы прошли кассу уже. Ну, кто говорил сколько? Ну, кто говорил сколько? Ты говорил 10? Я говорил где-то 15-14. Я говорила 10. Вот, значит, Миланка победила. Молодец! Миланка говорила 10? 12 ближе, чем... Да. На самом деле вы стояли бы дольше, просто непонятно как-то. В большую очередь, в первую очередь, стоят все. Мы все были правы, по сути. Потому что плюс-минус одно и то же время. Ну, 10-15 минут. В большую очередь стоят все, а за ней еще и есть пару короче. И почему-то все мнутся и не идут туда. Это эффект статности. Но мы как бы не из робких. Мы прошли. Все, уже все довольны и визжат от радости. А почему? А почему? Потому что все-таки открыли. Пацан открыт! Они бегают и говорят, ой, смотрите, девочка в купальнике прошла мимо. Ой, смотрите, дядя в плавках. А в конце там мы еще увидели, там много людей. Уже издалека видно, да, что все работает. Да, и там уже много отдыхают. Единственное, чему я удивлен, почему все люди катаются там, если открыла что-то новое. Может, они не в курсе, либо плавочки с собой не взяли, как ты. Мы подстраховались. Вообще-то у меня две пары плавок. Одни у меня на рюкзаке, другие это, ну, здесь. Потому что не совсем плавки, это спортивные шортики. Но внутри тоже сеточка. Там тоже сеточка, как плавка, да. А где Тимурка? Я найти его не могу. В общем, посмотрите, какая огромная площадка водная. И уже работает. Мы дождались ее. Надо было приезжать чуть пораньше, потому что тут есть лежачки. И они все заняты. Но мы нашли себе столик. Давай пока. Некогда, Милане, с нами тут. Просто супер. Можно будет приехать еще в какой-то будний день, когда поменьше людей. Все равно каникулы у детей. Тимунька! Тимунь! Классно? Да. Единственное, когда кто-то спускается с горки, а кто-то за ним стоит, то кто-то спускается, а потом за ним сразу идут следующие. Ну, то есть, типа, они могут врезаться в друг друга. Никто не контролирует. Да, никто это не контролирует. Это единственный минус. А так все круто. Давай, развлекайся. Сходила я, перенесла перекусить. Чай нам Саш с тобой взял, если ты не будешь, тогда я выпью. Я даже в жару чай люблю. Где чай, я люблю, погода хорошо. Какао. Красного напитка здесь не было в этом месте. Катошка ты же о том приносила, мы уже подъели. Вот посмотрите, вот это вот стандартная еда. Мы уже показывали ее, правда. Но вот смотрите, вот стандартная еда, если вы едете в какой-то центр развлечения от Нидерландов, либо даже в Германии, либо вы празднуете День рождения в каком-то парке, и там нельзя с собой приносить. Вот такой вот набор примерно вы получите там. Плюс напитки. Обязательно берите воду. Воды простой нету, только на продажу. Вот такая стоит 2 евро, да? 2,50. 2,50. Вот это вот. Берите из дома с собой воду. Но она холодная, а из дома уже будет теплая. На мороз? Если на весь день, то да, то водички, мы каждый раз об этом думаем, и каждый раз лень тащить. А если не жара, то в принципе без воды можно обойтись. Не хватает только лежака. Лежаки есть в другом месте. Лежаки вот за этой бурочкой с той стороны. А он занят все. Да, чтобы как бы найти себе свободное место, нужно было с утречка самого приезжать. В следующий раз мы возьмем лежак. Люди приходят, покрывало кидают там свои полотенца, и все, они заняли. Я так подозреваю, что можно даже уйти по парку гулять, а за тобой оно будет числиться. Смотри, я смог принести пять. Ого, и я смотри, Артема вовремя отправила, да? Артем смог взять только три. У вас был челлендж, кто больше принесет? Артем одну хотел оставить, я хотел сначала четыре взять. Они сейчас на жаре быстро растают, подожди-ка. Эти синие самые нормальные, они не такие сладкие. Блин, классно, холодненький летом, батюшки, как вкусно. Миланку из воды не вытащить. Мы пришли с мальчишками. Артем же не был в прошлый раз с нами. Хотели покормить лемуров. Вот же он, кормы взяли. У нас еще оставался с прошлого раза, плюс еще свой засыпали. И, короче, лемуров нету, их куда-то переместили. Вообще ни одного. И есть один-единственный, вон там он индюк какой-то ходит. Ну, в смысле, не человек, реально индюк. Все, и здесь никого нету. Здесь, кстати, прохладненько, так хорошо в тенечке. Что будем делать? Пойдем дальше прогуляемся, спорим наш корм рыбкам или еще кому-то. О, давай я посмотрим, как они отреагируют. Ну, давай. Как рыбки отреагируют у нас собачий корм наш в кейсе. Кейси. Трудно, открывается. Вот, а? Да, это тоже как корма. Смотри, сам не плюхнешь, чтобы тебе пальцы не откусили. Мама, да у них зубов нету. Мне бы новый телефон туда не уронить. Где они? Я кину, чтобы не привлечь внимание. Только же тут будет. Вон, вот-вот, смотри. Вот рыба. Кушает? О, смотри, остальные не прикрыли. Так, сейчас будут приходить. Ну, хоть не пропадет еда. Хотя бы рыбы. Не зря тащили. Ну, интересно, куда дели лемуров? Вот ем, а вот уже даже мальчик спросил. Просто видно, это тут самое востребованное было. Все уже люди приезжают именно на них посмотреть, потрогать. Может, решили, что им опасно. Что все их так вот трогают и кормят, чем попало. Ого, сколько их здесь наплыло. Я же не знаю, что именно ест. Ну, а давайте, кто первый туда? Ребята, кто первый? Продолжорки какие. Кто первый? И как это дно? Теперь мы туда. Пока мы ходили, искали лемуров, Милан, покажи, что тебе папа купил. Какую-то глупость. Мистер сосулька. Мистер сосулька. Кто-то в сториз смотрит в инстаграм, уже, наверное, видел. Милана тут у нас углублась плетением из резиночек. Ну, это я плела, правда, признаюсь. Саша, посмотрите, какое ажерель я подарила. Носит, не снимает. Второй день уже. Второй день уже. Это я ему подарила? А Милана браслетик. Мы с ней вместе работали. Ну, не снимай, носи теперь что. Ну, да, что делать? От моих девочек на память. Красота. Красиво, правда? Мне кажется, идет. Пишите, вам тоже такие делать? Да. У меня, короче, на руке тоже. Это Мила, она смастерила сама. У Артема тоже есть. А, Артем, тебе тоже подарили? Покажи. В общем, у нас вся семья теперь с такими. Ну, а куда деваться? Искусно. Отлично провели день. Артем, наверное, подумал, что вообще сегодня день потерял. А лучше бы гадж так дома отыграл. Да, Артемка? Потому что тупо делать сколько мы были? Часа четыре или пять? Ну, нет, все, лучше так, чем гадж. Пять часов на солнце, короче, возле бассейна отсидели. Один короткий момент. Его дети туда прям в шортах тоже затащили, правда? Ну, и все, и было не сдвинуть. Тимура может еще как-то, Милану ни в какую. Его сейчас уже через не хочу увели, потому что мы уже сгорели. Невозможно сидеть. И сейчас по пути они зашли еще на карусельки прокатиться. А мы хотим рвать когти, потому что продуктовый Артем хочет заскончить, купить дозировочки. В Голландии, возможно, еще открытые магазины сегодня. А в Германию уже не попадешь. Хорошо, когда есть альтернатива. Режим под сосной, Саша. Кайфуем. Вот так вот, правильнее будет. Ой, наконец-то мы в машине. Может, чуть-чуть прохладнее что-то включить? Не знаю, так нагрелось. В общем, сейчас зайдем в магазин. Приедем домой. Напомните, я вам покажу еще, что я заказала. У меня там даже две посылки. Одна-то, наверное, по большей степени в Милане. Вроде как она там что-то заказывала. Пальцем не тыкала. А вторая мне. Не знаю, много ли я оттуда оставлю. Может быть, ничего. Но покажу вам. Приехали в магазин. Саша в машине ждет. Не любит Саша ходить по магазинам. И при любой возможности старается остаться в машине. Вот дамы, ваши мужья, любят ходить в магазин? Я знаю, бывают редкие экземпляры, которые любят. Но по большей степени, наверное, все-таки нет. А что, дверь сама не едет? Ах, там надо пойти было. Сразу не поймешь. Ну, а мы с детьми пошли. Кстати, да, в солнце уже нет очки, можно убирать. Съехали в Альберт-Хайн. Убирали по-быстрому, мама. По-быстрому? Мама, по-быстрому в магазине? Молодаленькому. Ух! Мам, где тут мороженое? Мороженое, не знаю. Пойдем искать. Мороженое. Ой, я пока ягодки посмотрю. Ягодки, ягодки. На вечер себе. Я, знаете, любви в последнее время кушать вечером ягодки. Даже не знаю, взять какие-то. Или у нас дома есть еще черешня, наверное. Ну, а что, скидка? Не очень-то выгодные цены, я вам скажу. За сколько? За 150 грамм черники? 2,09 даже со скидкой не очень выгодно. Полкилограмма 5,09. Этот магазин дорогой, я уже как-то говорила. Но здесь бывают очень хорошие скидки, и тогда выгодно брать. Короче, мы не купили ягод. Купили мороженое. Газировочку. И там продавались на развес всякие морепродукты. Ну, как всякие. Креветки были вот такие простые. Были в чем-то. Были какие-то кусочки рыбы. И какой-то микс там был еще. И мидии. Вот Мила сказала, хочу креветок. Мы взяли ведро креветок. И Тимур изъявил желание взять ведро мидии. Вообще, если бы я знала сразу, что мы и то, и то берем, я просто взяла бы одно ведро микс. Но мы взяли каждому по ведру. Тут примерно написано плюс-минус 500 грамм. Никто не взвешивал. Стоит почти 6 евро такое ведро. Ну, если учесть все креветки, смотрите, какие классные, большие. Вот завтра разморозим, короче, все это делаем. Я вот эксперт по креветкам. И они маленькие. Эксперт по креветкам. Эксперт по креветкам у нас, Милана. Маленькие, ну, так, у меня они толстые, значит, нет. Понятно. Мнение вам, эксперт. Если они маленькие, то это, ну, так, берите большие. Мы их разморозим. Завтра сделаем какой-нибудь соус к макарошкам, да? Да. О, балдеж будет. Вот они, обещанные посылки. Сначала немножко нытьят, Татьяна. Я знала, что я сгорела. Но, блин, как оно мне все чешется. Это пипец. Такое ощущение, будто на море побывали. Вот реально. В общем, да, открываем посылочек. Все дешевое. Тут у меня поскидочка. Ну, девочки, раз кто не любит скидочки. Кто не любит, напишет. Вот есть такие. Вот эти я шорты. Я в основном шорты заказала. Эти шорты как-то не смотрятся на мне. Я их уже померила. Хотя размер S, но какие-то я и не знаю они. Даже на моих ляшках они так широко смотрятся. Не в обтяжку. Не понравилось. Не хорошо. Ну, я их отправлю обратно. Вот эти. Я вам уже хвастала, которые на мне. Это тоже из-за этой уже посылки. Слушай, ну, девочки, я вам скажу. 5 евро они стоили. Вместо 20. Ну, скажи, но грех не взять. И тут такие же, как те, только белые. Слушай, а может, они же не такие же. Они уж иначе смотрятся. Нет, эти вообще дешевые. Ну, наверное, они вообще как вечные были. Размер S. Ну, померю. Если вы когда-то меня в них увидите, значит, мне подошли. Ну, наверное, вряд ли так вот. Я на списке сейчас глянула. У меня белая блудочка. Ну, такая, типа рубашечка, но без куговок. Не знаю. Надо мерить, конечно, все надо мерить. Ой, какая-то она огромная. Как распашонка, как будто меня крестить будут, нет? Как вам кажется? Мне кажется, что да. Явно, она не останется. Ну, поверите потом к примерю. Сейчас, потом осталось, что у нас именно много. А именно два наименевания. Это у меня спортивные шортики. Вот такие вот. Размер S. Я вот только сейчас думаю, как будто они не сграбные. Вот эта вот часть такая большая. Это должно быть. Ну, в смысле, вот эта вот. Из таких удобно потеть, как ты, Саша, думаешь? Я не потел в таких, Таня. Ну, короче, я померю, конечно. Может, оставлю, может, нет. Посмотрим. Просто черные шортики на спорт. Я теперь спортсменка обалденная. Мне нужно... Входим часто. Они не успевают... Ну, как бы сохнуть не успевают. Я каждый раз новое одеваю, потому что потею уже. Так. И вот такое вот платьице. Так, девочки. Вот такое вот платьице. Видели, на днях я была в черном, но то было, правда, приталенное. Но вот оно было такого же качества. Ну, тут рукава, правда, широковатая. Не, наверное, не алло. Или как ты думаешь, Саша? Померю потом. В общем, это вот что-то в таком же духе, но немножечко не потали. Но хотя тоже вроде как классно. Цвет мне подходит? Да. Вот такое платьице. Девочки, я вам даже скажу, сколько он стоит. Ну, это балдеет. Мне к тому и найти только. Платье стоит, это, 15 минус 7,79. Ну, в общем, около 8 евро. Вот такое вот классное. Потому что то черное я прямо вот... Ну, вот во влоге, где моя мама вещи перевозила, наверное, видели. Я вот прямо в него влюбилась. Но такое комфортное, удобное. И длина красивая. А это чисто Милане. Что-то она сама выбрала, а что-то я закинула в корзину сама. Ее согласие решила померить, а там решит. Например, вот этот вот костюмчик она не выбирала. Ну, что-то мне показалось. Ну, хотя он тепленький довольно. Может и жарко. Смотрите. Сейчас расцеплю. Оп. Кстати, вот шортички. Слушай, они мне будут как раз. Ну, ладно. Это, конечно, тимовочка. И вот такая мамечка. Напишите, как вам. Тебе, Саш, нравится? Да. Может, даже немножко большевато. Нет, 134-140. Но смотрится так. А в такие вещи хорошо. Их можно несколько лет носить. Они, знаете, такие. Сначала свободненько, потом вовтяжечку, потом вовтяжечку. Потом вовтяжечку долгоиграющая сучка. Так, это шортики. Мне кажется, что этот шортик она, наверное, выбирала сама. Не помню. Просто шортички, девочки. Просто шортички. Юникорн. Или как оно там читается? Единорожки. Тоненькие, хорошенькие. Идеально, да? На лето. Стоили они 6 евро без скидки. Но это все со скидками я брала. Размер 140. Простые такие шортички. Я сразу те же пакетики складываю. Потому что, когда отправляешь назад, я думаю, что тут же кот. Им тогда легче ориентироваться. Что я им обратно прислала. Топик. Это мы с Миланой согласовывали. Ей понравился вот такой. Смотрите, да? Тоже и с джинсовыми шортиками будет классно. И с какими-нибудь просто с джинсиками, да? И даже с какой-то юбкой будет ничего. Но я Милане уже давно не даю, что ей надевать. Что у нее в шкафу вещи лежат. Она сама выбирает. Сама там компонует. Что с чем. Подходит, не подходит. Пассажи испугались. Я сейчас скидываю Танины данные со старого телефона. И здесь что-то вдруг заиграло. Чтобы вы понимали, я скидываю 4152 файла. Это учитывая, что Таня половину уже удалила с телефона. Там много интересного. Там и ватсап голосовые, и фотки. Короче, много всего. Короче, я буду сортировать в две папки. Мобильное фото, мобильное видео. И потом наводить порядок. Потому что Таня этим не занимается в телефоне. Как и, наверное, большинство девчонок. Я не знаю. Но у меня это все. Все в кучу. Ну вот, простая белая маечка. Смотрите. Такая Милан у нас большая, что ли. Такой сморится сюда. Высокая. Высокая. Видите, я ей вещи покупаю на... На 8-10 лет. На ей 8. Ну вот. 140. Верх ей нормальный. С 34-140. А низ, я вам скажу. Вот, допустим, если не шорты брать, а вот именно джинсы, брюки. Ей уже некоторых фирм 140. Даже вот только-только, даже почти коротковатые. То есть уже смело можно брать 146. Длинноногая она у нас девица. Так. Вот такие вот шортики. Помнишь, такого типа мы ей брали? Она в Нью-Йоркере выпросила. Мы самый маленький размер взяли. Но они ей все равно большие. Они большие были, да? А мы не взяли тут, а взяли? Взяли. Она их даже носила. Ну, пускай лежат когда-нибудь там. А эти вот, ну... Хотя они ненамного меньше смотрятся, нет, Саш? Может быть, единственное, на талии. Там, может, тоже резиночку можно ставить. Посмотрим, что не понравится, я отправлю назад. Мне последнее время вообще вот такими вот посудками заказываю. Что-нибудь одно-две оставлю и обратно отправляю. Мне уже неудобно. Перед почтальонами. Я только даже не помню, что я заказала. Ну, а что? Такс. И вот такое вот платьице. Что-то похоже у тебя было. У меня? Да. У тебя было такое похоже. Розовое, может быть, только, да? У меня было. Что-то было похоже. Напишите, понравилось вам что-то, не понравилось. Оставить, нет. Все. Не буду вас больше томить, потому что я думаю, я вас сегодня достала. На сегодня будем с вами прощаться. Всем пока. Увидимся совсем скоро. Пока. Я позову Миланку, чтобы она это все заценила. Пока. Продолжение следует...